Телерадиоканал My English So Russia Но ничего, мне можно это понять и простить Потому что я уже как-то нашла себя здесь В русской компании А сегодня мы с Марией будем разговаривать о том Как найти себя в какой-нибудь крупной компании за рубежом Доброе утро Здравствуйте, Мария Здравствуйте Мария, хочется начать с того, что совсем скоро у вас в Сити-класс состоится мастер-класс Расскажите, пожалуйста, как вы вообще начали сотрудничество На какой ноте, так сказать, спелись с этой компанией Спасибо за приглашение Спасибо компании Сити-класс за приглашение Наше сотрудничество, как раз сейчас, мы в начале пути Оно зародилось на той почве, что Сити-классу интересна тема, которой я занимаюсь Специалистов, таких как я, очень мало в нашей стране И наш первый мастер-класс, который будет 22 февраля Посвящен теме переговоров с иностранцами без культурного шока Вот так интригующе заявлена тема Это связано с тем, что при столкновении с иностранцами У кого шок, Мария? Давайте начнем У обеих сторон может быть шок Это правда Но это не фатально, это поправимо Естественно, это даже случается не всегда Но риск очень высокий Именно поэтому я выбрала для себя такую специализацию Я этим занимаюсь уже 10 лет Я обучаю искусству ведения переговоров Искусству ведения дел с иностранцами С учетом их культуры и с пониманием их менталитета С кем сложнее всего вести русскоговорящим спикерам? Русскоговорящим бизнесменам сложнее всего, по моему мнению, пожалуй, с азиатами Равно как и другим западным культурам Я читала про китайцев, что у них есть интересная фичка Допустим, ты ему говоришь, давайте встретимся завтра Он говорит, нет, завтра я не могу И замолкает И ты думаешь, что человек как-то избегает встречи А в отличие от русского человека, который говорит, завтра я не могу Давайте послезавтра То есть вот такая небольшая трудность коммуникации А он в принципе не хочет встречаться Да хочет он, он хочет Он просто не предложит тебе вариант Он будет ждать, пока ты ему предложишь тот вариант, который ему подойдет Это правда? Тут все неоднозначно Вообще с китайской бизнес-культурой Сложность заключается в том, что они не говорят конкретно и прямо Именно то, что имеет в виду Например, они могут Ну, русскому бизнесмену или любому переговорщику Может показаться, что китайский партнер скрывает что-то Или, например, он уклоняется от ответа И причины могут быть совершенно разные То есть не обязательно, что он не может пойти на эту встречу Может быть, он не хочет на нее действительно идти Да, как упомянул ваш коллега И может быть, он и хотел бы Но, например, он не уверен, что на данный момент обстоятельства сложились благоприятным для этого образом И может быть, он еще не почувствовал вас, того человека, с которым он готов пойти А правда, что они суеверны и все время даже в бизнес-переговорах Книгу перемен свою как-то так употребляют? Ну, они не более суеверны, чем русские Просто суеверия есть свои Мария, что посоветовать можно людям, которые вот собираются на такие переговоры? На переговоры с китайцами? Да Ну, раз переговоры с китайцами это одни из самых сложных переговоров То тут, конечно, не обойдется без полного погружения в изучение культуры Но если время ограничено и возможности нет То самые быстрые советы, которые я могу дать Это в любой ситуации сохранять спокойствие И ни в коем случае не торопить, когда вам кажется, что что-то затягивается На то есть очень веские для китайцев причины Это не обязательно означает нежелание китайца что-то делать Это действительно может означать, что он ждет от вас каких-то других действий Какого-то другого поведения Может ему нужна еще какая-то информация Может быть элементарно ему нужно посоветоваться с коллегами, с руководством Но он прямо вам об этом не сообщает А есть какая-то возможность, знаете, чтобы к нему обратиться Вот как бы, чтобы он вышел из своей роли Да Понимаете? Ну давай по чистоку Скажите, что надо? Просто я, может быть, не совсем понимаю вашу вот ментальность Ну, давайте так Китайцы не играют никакую роль В том смысле, что это их культура Это то, как их воспитали Ну, может быть, они за рамки культуры могут выходить в переговорах Есть немножко другое понятие в китайской культуре Это сохранение лица В этом смысле это похоже на роль То есть есть у них личное лицо Когда они максимально раскрепощены И ведут себя максимально естественно Со своими родными, близкими, давними друзьями И лицо, которое они сохраняют в социальной обстановке Официально На встрече Просто в обществе В присутствии коллег В присутствии руководства В присутствии подчиненных Всегда есть какое-то свое лицо И вот русским даже вот очень часто такие слова говорят Они, у них как будто какая-то маска Или какая-то стена И я просто даже по лицу не могу понять Что там вот у них в голове происходит Смотрите, даже они в курилку не могут выйти И там вот как бы эти маски снять Нет такого у них? Ну, смотря с кем они вошли в эту курилку Да зачем курилка? Наши же, вот наши русские партнеры Наши американские партнеры Мы все время на санях, в баню И там-то вот, понимаете Все эти сделки душевно заключаются Насколько уместно? Отвечая на ваш вопрос Как заставить его снять вот эту вот нероль Ну, хотя бы какую-то маску Это может занять довольно долгое время Но это возможно До некоторой степени Не полностью, но в некоторой степени Например, вы взломали этот культурный код И вы поняли, как выстраивать отношения С китайским партнером И у вас, допустим, идет определенный процесс Там серия встреч Не только в официальной обстановке Чем больше неофициальных обстановок, тем лучше Если вас китайский партнер приглашает в ресторан Это хороший знак Он хочет разделить с вами еду Во время этого вот акта совместного приема пищи Он лучше вас узнает А в бане-то можно его позвать? Нужно В Китае тоже есть бани Всегда считалось, что вот в России традиция Ходить в баню В Финляндии традиция ходить в баню И в Китае есть особые китайские бани И если ваши отношения дошли до того, что Ну, лучше, если вас китайский партнер пригласит в баню А не вы пригласите его в его китайскую баню Это можно сделать очень просто Можно заговорить на тему бани И если он готов с вами туда сходить Он вас пригласит Если не готов, не пригласит Это для вас тоже какая-то информация Друзья И вот в бане происходят самые волшебные превращения В отношения к китайскому Это точно, да Пока вы выбираете веник, березовый, дубовый или еще какой-то У нас маленькая пауза, потом вернемся Дамы и господа, Марьета Досичук В гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ» Международный тренер и консультант по деловым коммуникациям с иностранцами И все интереснее и интереснее За эфиром в том числе Давайте тогда по другим культурам сравнения пробежимся Чего и от кого ожидать? Ну, давайте Культур, конечно, очень много Около двухсот, наверное, плюс-минус по разным оценкам Все со своими нюансами? Безусловно, есть культуры с такими схожестями, что их можно сгруппировать Но в целом, конечно Давайте сгруппируем, Мария, какие можно? Ну, например, есть такой трюк Очень часто говорят, вот европейская культура Я сразу хочу сделать пояснение, что не существует европейской культуры как таковой Можно, например, говорить о культуре Ближнего Востока Потому что у всех ближневосточных стран есть существенные сходства И их различия несущественны А, например, в Европе большинство стран очень сильно контрастируют Например, культура Германии очень сильно отличается от культуры Италии Чем? Кардинально всем, можно сказать Практически все противоположное Например, немцы – это люди методичные, которые любят планирование Которые последовательны Они предпочитают безопасность Они предпочитают не рисковать Они предпочитают, вот если что-то запланировано Встреча, например, она должна начаться строго именно в это время И не минутой позже Крайне невежливо опоздать на встречу с немецким партнером, например И ожидать, что, например, она может затянуться Если бы возникли какие-то дополнительные интересные вопросы Скорее всего, вот время закончилось запланированное на встречу Вам покажут на часы И надо будет попрощаться В Италии отношения со временем совершенно другие Какие же? Такое ощущение, что время они не считают Если планирование осуществляется То вовсе не означает, что нужно этому плану придерживаться После обеда как-нибудь пересечемся, да? Да, то есть временные рамки могут сужаться, раздвигаться, переноситься В произвольном порядке Потому что существуют более важные вещи, чем вот просто временные рамки Как таковые То есть для итальянцев гораздо важнее строить какие-то отношения С бизнес-партнером Подружиться с ним Узнать его как человека А чтобы узнать как человека, ну, время не считают Потому что приятная встреча может затянуться Могут возникнуть общие интересы Которые вас увлекут вот в этой вот вихре беседы Вот они нам близки этим, понимаете? Да, они нам очень этим близки Поэтому русским с итальянцами часто работать легко А вот какие вот партнеры, да, больше всего идут на уступки? Например, ну, тут должно быть все порвано, вот эти вот долевые части А с другой стороны, вот на тебе подарок 15% сверху, там, грубо говоря, какой-то прибыли от совместного производства Кто на такое способен? Ну, трудно сказать Так, я не слышала даже такие примеры Чтобы кто-то вот такие жесты делал Нет, не жадины, просто все равно в бизнесе просчитывают Все просчитывают Другой вопрос, что в некоторых культурах не принято торговаться И ожидать даже какие-то скидки Например, вот у меня был тренинг с мексиканцами Я не только с русской аудиторией работаю, но и с иностранной У меня бывали иностранцы из разных стран И однажды была группа из Мексики И один участник пожаловался, что у него были переговоры с индийцем И они застряли на том этапе, что мексиканец А он работал больше по такой американской модели бизнеса Предложенная цена не была принята индийцам И он пытался все время обсудить какие-то вот еще условия Торги, да-да-да Выторговать скидку И мексиканец ему прямо вот говорил, что это все Это окончательная цена, тут уже нечего, ну, обговаривать А индус обижался на то, что как это вообще может быть Озвучивать сразу готовую финальную цену Никогда в Индии не озвучивают конечную цену Это при вас было, да, Мария? То есть вы одному помогали другому, помогали по ним другому? Нет, у меня на тренинге были только мексиканцы Моральную реабилитацию проводила уже Да, мы просто проводили, собственно, разбор кейса И причины, почему было непонимание И как следовало в этой ситуации там и так далее на будущее Скажите, а Ближний Восток там что? Там какие особенности? На Ближнем Востоке, как и на Востоке вообще Решающую роль имеют отношения Восточные люди, то есть включая Ближний Восток Вообще предпочитают по традиции иметь дела с родственниками Или с теми людьми, которых они знают С близкими друзьями, с друзьями друзей Или с людьми, которых порекомендовали люди, которым они доверяют Безусловно, это не говорит о том, что мы не можем делать бизнес Ближним Востоком Хотя это одна из самых сложных зон географических в мире, где делают бизнес И только вот недавно расшевелился вообще в принципе бизнес с Ближним Востоком Какие-то пошли проекты и перспективы Так вот, если нету никаких отношений Или, например, нету людей-посредников, которые могут познакомить Это говорит о том, что просто нам потребуется еще больше усилий Для того, чтобы создать сначала эти отношения, этот контекст Вызвать доверие к себе То есть для чего все это нужно? Потому что доверие в этой части мира базируется на личных отношениях И на их понимании, что вы за человек У нас не так много времени Восток дело тонкое Я хотела бы уточнить А женщина, допустим, может участвовать в переговорах на Востоке? Вот с нашей стороны, допустим Смотря какие страны Но в целом сейчас Восток более лоялен к участию женщины в бизнесе В ряде стран, конечно, женщины только недавно получили вообще право водить автомобиль Но во многих странах, например, в Арабских Эмиратах Уже давным-давно женщина вовсю работает в бизнесе И я сама лично видела в деловой поездке с мужем Что его коллега, глава Ситибанка У нее в подчинении 60 человек Она приходит полностью в черном одеянии на работу Приезжает точнее на Шевроле Тахо Огромном автомобиле То есть тут уже сочетание традиционного и современного Пока Лера себя представляет в большом черном автомобиле Мы сделаем паузу, потом вернемся, друзья Первый и единственный в России Телерадиоканал «Страна-ФМ» Один на всю страну Хеллоу, друзья Мы продолжаем это телерадиоканал «Страна-ФМ» Мария Тады Сичук у нас в гостях И мы узнаем, как же нам взаимодействовать с представителями других стран, других культур Вот мы уже поговорили, да, про несколько культур Мне кажется, что все равно пока еще китайский не стал международным языком Международный язык английский Значит, обязательно нужно поговорить про что? Про США и Великобританию Какие там особенности? Ну, во-первых, если их объединяет язык, их не объединяет культура Надо понимать, что есть различия существенные в их культурах Причем достаточно существенные Если говорить о бизнес-культуре Америки, то здесь Ну, поскольку бизнес-культура Америки, она вездесущая Она проникает в культуры других стран Мы на себе, да, ощущаем некое влияние То, что называется американизация бизнеса Многие технологии ведения переговоров, технологии ведения бизнеса Менеджмента заимствуются именно из-за американских моделей И некоторые из них приживаются, но некоторые нет Это как раз обусловлено культурой Ну, какие американские ценности будут от нас существенно отличаться От традиционных русских ценностей Во-первых, в Америке очень ценится время Время-деньги, вот эта вот фраза, которая родилась в Америке Она каким-то образом проникла к нам Но она на самом деле нашей исконной не является Если кто-то в России вам говорит время-деньги Это не наша черта, это приобретенное уже качество Некоторые для себя это взяли на заметку Но вообще в Америке действительно повсеместно Ценится время, категорически нельзя опаздывать Потому что если вы опаздываете, вас могут оценить как человека ненадежного Что вы не уважаете время другого человека И не только опоздание Если вы, например, затянули какую-то беседу светскую перед переговорами А в Америке не принято вести долгие светские беседы Вот то, что называется small talk Только о погоде, да? Да, ну почему о погоде? Это может быть на разные темы Там больших уж сильных запретов нет, когда в некоторых других странах Но все равно время на это не тратят Они особо-то и не умеют и не любят вот эти вот разговоры Обычно предпочитают сразу поближе к делу Соответственно, если вы заводите какие-то разговоры Это тоже расценивается как трата времени Что мы тут тратим время? Давайте к делу И для русских предпринимателей, которые об этом не знают Это может быть неудобство Они могут уронить какой-то имидж даже себе Еще в американской бизнес-культуре Предпочитают Там более конкретный стиль общения Стиль речи, чем в России В России, по сравнению с американцами Русские могут увиливать Немножко востока давать, да? Да, отдавать востоком Хотя, если сравнивать с востоком Русские более прямолинейны и могут звучать грубовато Ну, где-то мы посерединке, получается Да, мы где-то посерединке Но если сравнивать с американцами Американцы более прямолинейны Как все гармонично в мире распределено В том смысле, что для них важна ясность Ясность То есть у них даже есть выражение «карты на стол» То есть нет смысла держать какой-то там туз за рукавом Или еще что-то Козырь за рукавом, так говорят Сразу, с самого начала переговоров озвучивается цель Какая у вас цель, какая у них цель Здесь не должно быть каких-то двойной игры Да, и в этом случае рождается доверие Если вы сразу честно выкладываете все, что вам нужно И вы ищете точки соприкосновения Вот если по-простому говорить, да, то примерно такая модель И когда русские начинают там просчитывать ходы И играть какую-то двойную партию Это не нравится американцам Важна ясность Но тут важно оговориться, что несмотря на то, что у них более прямой стиль коммуникации Они более дипломатичны, чем русские То есть они найдут способ более вежливо и более дипломатично Сообщить какую-то неприятную вещь Но они обязательно ее сообщат В отличие от Востока На Востоке никогда не скажут ничего неприятного Даже в завуалированной форме Так, а партнеры из Великобритании Как с ними себя вести? Партнеры из Великобритании в этом смысле Еще более дипломатичны Они настолько вежливы И у них больше ценится скромность Если в Америке, например, нужно заявлять о себе Нужно заявить о всех Если есть чем гордиться О всех своих достоинствах Например, кандидат на приеме на работу Должен прямо во всей красе себя показать Как павлин В Великобритании ценится скромность Там люди себя не выставляют на показ Твои дела говорят за тебе Твое резюме Чопорность такая, да? Получается, британская Эмоциональная сдержанность Мы привыкли называть это чопорностью Но это больше такая эмоциональная сдержанность Это их зона комфорта Им комфортнее за каменной, за кирпичными стенами Шторы наглухо закрыты в окнах В замке пить чай Да, хотя англичане, ну вот сколько я знаю англичан Они все пытаются ориентироваться на Америку Они говорят, мы уже не такие Как нас привыкли воспринимать Мы уже совсем такие вот тоже раскрепощенные Но все равно, если сравнивать Можно заметить черты Традиционной сдержанности И скромности А что касается скандинавских стран Вот Швеция, Финляндия Скандинавские страны Приятные, спокойные люди Но там очень важно равноправие То есть там ярко выражено равноправие Это как раз те страны, в которых женщина чувствует себя прекрасно В бизнесе, на работе Валерия, ты еще и блондинка Да, для русских, например Может быть, что проблемой? Проблемой может быть их Если у нас, например, есть бюрократия Которая задерживает решение вопросов То у них есть консенсус Они решают дела Совет равных Путем достижения консенсуса То есть они говорят Если немец может сказать Я не согласен Француз скажет Я не согласен Но до какой-то некоторой степени Китаец скажет Я согласен и не согласен одновременно Точнее, мы согласны и не согласны одновременно То, например, швед скажет Я согласен, если все согласны Ох, хорошо, прям интересно Мы продолжаем Мария Тадысичук В гостях у телерадиоканала Страна.ФМ Мы говорим сегодня Об интересном Об иностранных людях Которые коммуницируют С нашими бизнесменами И как это делать результативно Вот в данный момент Мы сейчас подошли вплотную к теме Как этому научиться Я знаю, что у вас есть уникальный метод Вы прям вот так вот В форме игры Обучаете людей Которые, скажем так Вообще не взлух ногой в тему То есть они приходят Проходят ваш мастер-класс И их посещает озарение Как же себя вести на переговорах Расскажите подробно Действительно, я преподаю Не просто рассказывая Какой-то некий контент Как делать Как вести дела В той или иной стране Безусловно, какой-то материал Я подаю тоже Но мой метод заключается в том Что я специально разрабатываю Игры и упражнения Которые позволяют решать Определенные межкультурные проблемы Ну, например, самая первая Самая моя любимая игра Которая уже 10 лет Называется «Культурный шок» Она заключается в том Что я погружаю людей В состояние Невозможности достигнуть Согласия в переговорах То есть я симулирую Переговоры с иностранцами Между двумя командами И игра так спланирована Что у них не получается Достигнуть результата И на этой почве Совершается, естественно, много ошибок И мы таким образом Имеем материал для анализа Мы анализируем Какое было поведение Почему Что привело к неудаче И как этого избежать Да, то есть на эту игру Потом в дальнейшем Хорошо ложится Весь последующий материал Есть и другие, конечно На каком языке идёт? Я работаю с русской аудиторией На русском языке Но поскольку у меня есть Также направление Работы с иностранцами За всё время у меня Проходили обучения Участники из Индии Мексики Австрии Германии Франции Были даже уникальные Участники из Сирии Гвинеи Да И для них, конечно, я веду по-английски А вот для них Что вы ведёте? Адаптация к нашей российской культуре? Ну, всё зависит от задач Задач может быть Ну, у меня чаще всего две Это если смешанная группа иностранцев Из разных стран И есть такая задача Мы проводим гармонизацию Межкультурного общения Среди вот именно этих представителей Этих культур Если есть задача налаживать Коммуникации с Россией То мы проводим тренинг по нюансам Менталитета И каких-то бизнес-практик в России Ну, вот ваш мастер-класс в Сити-классе Он для кого предназначен? Кто придёт к вам? В Сити-классе Мы приглашаем русскую аудиторию И мы будем обучать искусству Ведения переговоров с иностранцами Из разных стран 22 февраля, друзья 22 февраля Начало во сколько? В 19 В 19 Так, Сити-класс мы сказали Пожалуйста, присоединяйтесь Я думаю, что вы уже поняли Что будет мега интересно И вы для себя откроете просто целый мир Но я хотела бы спросить ещё у Марии А на чем вы параллельно работаете? Какие у вас есть ещё проекты? Параллельно я сотрудничаю с разными организациями Как приглашённый преподаватель И как фрилансер Меня можно пригласить Для проведения корпоративной программы Короткой, длинной, любой Я консультирую И я веду блог в Инстаграм Который называется Про бизнес с иностранцами Можно так найти В одно слово или там? Про, чёрточка внизу Бизнес, чёрточка внизу с иностранцами Интересно Мне кажется, вот прям Даже мы сегодня с Романом подпишемся Да, я туда выкладываю Много интересных заметок Что-то из своего опыта Что-то из Ну вот просто важных Каких-то Ну моментов, да Про разные страны Поэтому тем, кто не определился Пойти или не пойти Да, на программу Можно Ну и интересно, например, тема Можно там следить за новостями И это будет интересно даже тем, кто не делает бизнес с иностранцами Ну, например, любит путешествовать осознанно Погружаться в культуру, интересуется Потому что иногда я время от времени туда даже забрасываю истории Из путешествий, какие-то казусы Вот на почве культурных различий А вот я хотела как раз спросить Вы с самого начала сказали, что вы очень редкий специалист И я хотела спросить про ваше становление Ну так вкратце, да? Потому что у нас около двух минут осталось Как у вас возникла идея? Как возникла потребность в том, чтобы стать таким специалистом? Ну, во-первых, вся моя карьера с самого начала Так или иначе связана была с работой с иностранцами Я сначала работала с американцами, потом с китайцами Но в качестве кого? Переводчик? Нет, не в качестве... Я работала во внешнеэкономической деятельности Плюс параллельно я была переводчиком, практикующим порядка 15 лет И, конечно, на моей истории очень много коммуникаций с самыми разными иностранцами И в какой-то момент я начала понимать, что язык это вообще не единственное, что нужно для общения с иностранцами Для работы с иностранцами, и даже не главное А вот культурный интеллект это гораздо важнее Опытным путем Потому что языковую ошибку простят, а культурную могут не простить А вот тем не менее, как переводчик, тоже ведь переводчики очень влияют на переговоры Они могут что-то смягчить, могут наоборот как-то грубо все это перевести У вас личные казусы случались? Моих личных казусов не припомню, но мне просто сразу пришло в голову пример одного моего коллеги Переводчика китайского языка Он мне рассказал историю, как на правительственном уровне в сфере образования Была встреча между Министерством образования Свердловской области и Пекина И с российской стороны представители очень настойчиво пытались А это была неофициальная часть, но они очень настойчиво пытались обсудить что-то по делам И у них это не получалось Они думали, что переводчик что-то неправильно переводит и просили повторить вопрос И так раз пять, наверное Переводчик уже не выдержал Вообще переводчик не должен консультировать в процессе досконально Он может какие-то аккуратно давать советы Все зависит от отношений с клиентом Кончилось тем, что переводчик не выдержал и сказал российской стороне, что извините, но так дела не делаются Китайцы, просто им неудобно уже становится, что вы их припираете к стенке такой настойчивостью Об этом следует лучше поговорить в другое время Друзья, у нас еще, я надеюсь, будет встреча Мы с Марией поговорим, будет другое время Другая тема, потому что есть еще тема у нас Мы еще про еду не поговорили Огромное спасибо, Мария Огромное спасибо вам, что вы к нам пришли и так интересно обо всем рассказали Была у нас Мария Тадасейчук Международный тренер и консультант по деловым коммуникациям с иностранцами Огромное вам спасибо До новых встреч, Мария, пока Редактор субтитров А.Семкин